Спасибо. Еще раз здравствуйте, меня зовут Саша, и я разработчик в контуре. Сегодня я хочу поговорить о командах мечты, о том, что это за зверь такой и где его вообще взять. Периодически мои знакомые или друзья задают мне такие вопросы. Слушай, а ты до сих пор в своей секте работаешь? Или, а ты из секты своей уходить не собираешься, а то нам разработчики нужны? Я каждый раз отвечаю, да, до сих пор работаю, нет, уходить не собираюсь и в конце добавляю. Только это не секта, у нас просто команда классная. Мы смеемся, расходимся, и я каждый раз задумываюсь, что в любой шутке только доля шутки. А значит, что-то здесь все-таки есть. Коротко о том, что называют сектой. Я работаю в большой команде, нас больше 80 человек, и команда у нас распределенная. Мы распределены на 4 города. Это Екатеринбург, Ижевск, Санкт-Петербург и Казань. Мы разрабатываем биллинговую систему. Если коротко, биллинговая система – это система, которая позволяет обслуживать клиентов, которая позволяет продать им любой продукт контура, выставить ему счет, принять оплату, предоставить нужные документы и, если нужно, открыть доступ в продукт, который он купил. Мы все поделены на подкоманды. Каждая подкоманда сфокусирована на какой-то предметной области, и преимущественно мы используем парное программирование. И я говорю, что моя команда классная. Что я подразумеваю под классной командой? Классная команда – это команда, в которой эффективно решаются задачи, в которой хорошо выстроен процесс работы, в которой быстро адаптируются новички, в которой используется качественная инфраструктура и современные технологии, в которой ты можешь развиваться непрерывно и не отвлекаясь от работы, в которой коллеги вокруг тебя – это источник вдохновения, и в которой приятная атмосфера, настраивающаяся на продуктивную деятельность. Звучит, конечно, здорово, но где такую команду взять? Давно известно, что метод кнутая пряника для IT-сферы и для разработки не подходит. Разработчики – творческие люди. Также мы знаем, что команды из разработчиков рок-звезд – это утопия. Но при этом мы слышим, что есть какие-то успешные примеры из серии классной команды разработки в Гугле, в Атласе, в Фейсбуке, в Спотифайе. Значит, они существуют. Сегодня я хочу поделиться с вами практиками, которые мы у себя в команде внедряем, пробуем и экспериментируем, и которые помогают нам расти в эту самую успешную команду. Пойдем по порядку. Начнем с эффективного решения задач и качественного процесса работы. Здесь мы применяем две простые практики – парное программирование и рабочие группы. Парное программирование хорошо подходит для следующих типов задач. Первое – это задачи на стыке каких-то разных предметных областей, систем, функциональных блоков. Приведу пример. У нас в продукте используются и поддерживаются две сложные огромные системы. И перед нами стояла задача из одной системы перевести большой ряд функциональностей в другую. Что мы сделали? Мы взяли двух разработчиков. Один хорошо разбирался в первой системе, другой во второй. И мы предложили решить эту задачу в паре. Получилось довольно эффективно, потому что все вопросы на стыке решались очень быстро. Не было каких-то заминок с тем, чтобы изучить какую-то из этих систем, потому что оба разработчика в сумме знали эти две системы. И после того, как они закончили эту большую задачу, эти оба разработчика стали разбираться в обеих системах. Это позволяет уже задачи в этих системах решать другими тандемами и более эффективно. Второй ряд задач, которые можно решать при помощи парного программирования – это исследовательские задачи. Это задачи, в которых вы заранее не знаете, что нужно сделать. Задачи, которые звучат как проблема. Например, у нас в системе когда-то использовался самописный механизм событий. Мало того, что он был не очень эффективный и создавал нагрузку на наше хранилище, то у него была еще одна проблема – порядок событий продалбывался. То есть, когда ты работаешь в системе, в которой оперируют деньги и оплаты, это довольно критично. Проблема была понятная. Мы не хотели поддерживать самописный механизм и хотели какой-то готовый, при этом чтобы он соблюдал порядок. Мы предложили решить эту задачу двум разработчикам, которые любят работать с технологиями и которые относятся к ним немного по-разному. Они исследовали несколько технологий и выбрали подходящую для нашего профиля. Конечно, мне обошлось без каких-то технических дискуссий, без каких-то обсуждений и анализов, но при этом задача решилась хорошо. Они не просто взяли первую готовую технологию из интернета, а они происследовали. Пойдем дальше. Про рабочие группы. Рабочие группы – это довольно распространенная практика. Это группа инициативных ребят, которые готовы пойти и порешать какую-то задачу или какую-то проблему. У нас эти рабочие группы часто применяются для того, чтобы наладить какой-то процесс. Например, когда-то мы работали с фокапами примерно так. Ну, случился фокап, взяли огнетушитель, потушили пожар и пошли дальше. Фокапов при таком подходе меньше не остановилось. Система у нас большая, сложная и это для нас было достаточно критично. У нас появилась инициативная группа, которая решила посмотреть на это по-другому. Она проанализировала ряд фокапов и поняла, что мы, в принципе, вообще неправильно с ними работаем. Они предложили следующую схему. После того, как удалось потушить пожар, нужно пойти и еще немножечко поработать. Нужно описать причины фокапа, описать хронологию, сколько времени ты потратил на то, чтобы этот фокап исправить. Оценить ущерб, посчитать, сколько пользователей пострадало и сформулировать задачи на будущее. В таком подходе процесс работы, он меняется. Когда у тебя есть задачи, которые позволяют в будущем либо избежать фокапов, либо решить проблему на более глобальном уровне, это сильно выгружает эффективность твоей системы и ее качества. А во-вторых, когда ты можешь глазками посмотреть, сколько твоих пользователей сейчас страдало, сколько твоя система была недоступна, и, может быть, посмотреть, сколько денег потеряла твоя компания, ты начинаешь по-другому относиться к своей работе, начинаешь подходить к ней более осознанно. Что здесь важно помнить? Парное программирование, оно подходит не всем. Бывают люди, которые абсолютно не могут думать, когда рядом с ними сидит другой человек. Они начинают паниковать, они начинают путаться, и здесь об эффективности речи уже не идет. Это нормально. Парное программирование — это инструмент, его нужно применять уместно, уместно к людям и уместно к задачам. И чтобы рабочая группа была эффективна, она должна быть самостоятельной и иметь конкретную цель. Под самостоятельностью рабочей группы я понимаю следующее. Рабочая группа должна сама ставить себе задачи, она должна управлять своими задачами, и все эти задачи должны быть направлены на решение какой-то одной конкретной цели. Если целей будет много, рабочая группа расфокусируется, это будет неэффективно. Она не сможет достаточно хорошо решить ту самую проблему или ту самую задачу. Здесь вроде бы все понятно. Что касается адаптации новичков, мы тут тоже не оригинальные. Мы также используем парное программирование. Но при этом мы не боимся экспериментировать. Расскажу на историях. История номер один. Когда-то к нам пришел Юра. Юра уже был опытным разработчиком, у него уже был опыт работы один год. Но по его словам, это сейчас буквально цитата, за пару недель работы в паре я научился гораздо большему, чем за год работы в одного. Почему так происходит? Юре в пару достался опытный наставник. Он мог поделиться с ним уже какими-то своими знаниями, умением рассуждать при принятии каких-то технических решений, посоветовать литературу. Более того, во-вторых, когда вы новичков погружаете через парное программирование, вы можете сразу давать им реальные задачи. Задачи, которые не учебные, не подготовительные, а вот сразу которые пойдут на боевую площадку. Это позволяет новичкам сразу знакомиться с вашей системой и позволяет вам посмотреть, как быстро новичок погружается в предметную область, с которой вы работаете. История номер два. Она про эксперименты. Однажды после летней стажировки у нас осталось на работу два студента. Они работали на полставки, и поэтому мы не могли с ними полноценно работать в паре, потому что всегда наставник бы решал задачу быстрее и чаще всего без студента. При этом нам хотелось, чтобы они развивались и при этом приносили пользу. Также у нас в системе на тот момент использовалась база данных для полнотекстового поиска Elasticsearch. И была она в версии 1.7 что-то там. На тот момент уже вышла пятая версия, и получается какой-то очень нехороший тон. Мы используем несовременные технологии, и при этом это может нас как-то аффектить, потому что уже часть вещей, которые были в старом Elasticsearch, просто не поддерживались в новом. Мы решили рискнуть и предложили ребятам в паре, вдвоем, обновить Elastic на четыре мажорные версии вперед. Нет, мы, конечно, не настолько жестокими. Мы подготовились к этому эксперименту. Мы нашли материалы, которые позволили этим ребятам познакомиться с Elasticsearch. И самое важное, мы нашли ментора. Человека, который отлично разбирался в Elasticsearch. И согласился курировать эту задачу. Опыт получился очень хороший. Мы обновили Elasticsearch. У нас стало на два человека больше, которые отлично разбираются в Elasticsearch. Ну и самое важное, ребята действительно выросли. Тут большая заслуга ментора в том, что он не принимал за них решения. Он им помогал, направлял в нужную сторону, но все решения ребята принимали сами. Пусть это было долго, пусть это было сложно, но они это сделали сами. И это получилось прикольно. Здесь важно помнить следующее. Не знать что-либо, это абсолютно нормально. Это нормально с двух сторон. Нужно показать это новичкам, чтобы они не боялись что-то пробовать, не боялись расти и не понижать их самооценку обратной мыслью. И это нормально для наставника. Если приходит новичок, который больше вас знает, нужно воспринимать это как возможность чему-то научиться. Это один из плюсов парного программирования, потому что можно обменяться знаниями и чему-то научиться у своего напарника. Вторая важная вещь заключается в следующем. Задачи нужно подбирать уместно. Если к вам приходит совсем юный разработчик, не нужно давать ему переписать весь сервис на непонятный какой-то шаблон или какую-то очень большую и непредсказуемую задачу. Нужно внедрять его постепенно. И аналогично, если к вам приходят уже опытные, матерые разработчики, не нужно давать им задачи из серии поменять формат FIO в системе. Нет, это не интересная задача, вы ничего на ней не поймете. Вы не сможете оценить уровень разработчика, который к вам пришел. Ну и к экспериментам нужно готовиться. Любые эксперименты нужно прорабатывать. Нужно сформулировать критерии успеха, поставить контрольные точки. В нашем случае мы подготовили материалы и наши элементы. Нужно каждый раз следить за этим экспериментом. Ну и эксперимент на то эксперимент. Его всегда можно прибрать. Прервать, простите. Ну прибрать тоже можно. Можно остановить, переиграть и пойти совсем в другую сторону. Это просто возможность попробовать что-то новое. Пойдем дальше. Поговорим о инфраструктуре и современных технологиях. Тут, казалось бы, все просто. Ну берешь и обновляешь технологии. Что-то сложного-то. Берешь и делаешь сразу нормальную инфраструктуру. Ну кто тебе не дает? Ну, к сожалению, не всегда все складывается так, как думается. У нас всегда находятся достаточно важные бизнес-задачи, которые приоритетны, которые важнее для пользователей и клиента. И пользователям, в принципе, пофиг, какие у нас там технологии и какая у нас инфраструктура. С этим у нас часто бывали сложности. Инфраструктура. И около того у нас занималось ровно два разработчика из 80 плюс команды. Не все, конечно, разработчики, но это очень мало. Нам так зло. Каким-то случайным, чудесным образом, я до сих пор не знаю как, мы почему-то решили додуматься до гильдий. Гильдия — это такая рабочая группа, но долгоиграющая. Она функционирует постоянно, и ее цель — она долгоиграющая. Она существует постоянно, и эту цель нужно постоянно поддерживать и достигать. Ну, очевидно, одна из гильдий, которая у нас появилась, это была гильдия инфраструктуры. Ребята взяли на себя процесс организации, процесс работы с инфраструктурой. Звучит как каламбур, но это так. Ребята договорились с менеджерами, и у нас стало гораздо больше разработчиков, которые занимались инфраструктурой. Ребята взяли на себя в целом весь формат работы. Они сформулировали какой-то родмап, сформулировали план развития, сформулировали вектор, благодаря которому мы поняли, куда мы вообще хотим развивать нашу инфраструктуру, что мы хотим поддерживать, а что не хотим. В каком-то смысле ребята были и аналитиками, и заказчиками, и приемщиками для всех инфраструктурных задач. Опыт получился прямо очень хороший. Мы следили с кучей самописных инструментов. Например, выкинули свой самописный механизм сетевого взаимодействия и пересели на общеконтуровский, который уже не надо было поддерживать, который был протестирован и хорошо работал. Также мы обновили кучу технологий. Например, эксперимент с ластиком, он проходил как раз под менторством гильдии, то есть человека из гильдии. Также мы обновили другие технологии. Например, Кассандру. Это тоже поздно. Но помимо инфраструктуры у нас была еще одна гильдия. Гильдия администрирования. Основной задачей этой гильдии было поддерживать стабильность боевой площадки, предотвращать факапы и настроить какой-то качественный мониторинг. Также ребята взяли на себя ответственность и наладили полностью коммуникации с админами. Раньше, когда падал тестовый стенд, или нужно было снять дам памяти с одной из реплик на боевой, мы просто не знали, что нам делать и куда нам идти. Теперь мы всегда знаем, куда нам идти. Более того, некоторые из этих задач, например, снять дам, мы можем уже без админа. У нас это все делается быстро, просто и на раз-два. Благодаря этим ребятам у нас появились действительно качественные метрики и дашборды, которые позволяют точно локализовать место проблемы, которые позволяют понимать, что сейчас идет не так. И также у нас появился свой монитор ошибок, который позволяет быстро на что-то среагировать. Монитор... Канал уведомлений, простите. Канал уведомлений, который сигнализирует, если какая-то проблема сейчас в пике. Что важно помнить про гильдии? Иногда мне кажется, что все разработчики боятся услышать в адрес себя слово менеджер. Вот для того, чтобы гильдии успешно существовали, нужно выйти за привычные границы, взять на себя другую, не техническую ответственность и побыть немножко менеджером. Это долгий и сложный процесс. Тебе постоянно нужно организовывать этот процесс. И это важно. Не бояться пробовать брать на себя вот эту другую ответственность. Может быть даже за деятельность других людей. Ну и классическая история. Не нужно впихивать в гильдию больше, чем она может сделать. Иначе получится история так же, как с рабочей группой. Ну, гильдия просто расфокусируется. Она не будет уделять достаточное время нужным проблемам. Она будет заниматься всем тем, что в нее впихнули. Пойдем дальше. Профессиональное развитие. Развиваться можно по-разному. Можно дома почитать книжку. Можно сходить на какой-нибудь курс. Или посмотреть какое-нибудь видео. Ну и вообще делать это как угодно. Нам всегда хотелось, чтобы мы могли это делать прямо на работе. Для того, чтобы работа нам помогала. Ну, мы подумали и придумали несколько практик. Первое — это день обучения. Что такое день обучения? Это один день раз в какой-то период, который разработчик может взять и потратить на все, что ему в голову придет. Хочешь — читай книжку. Хочешь — бодай технологию, до которой у тебя руки не доходили. Хочешь — возьми какой-нибудь сервис и перепиши его, используя какой-нибудь другой подход к проектированию. Например, домейн драйвен дизайн. Пожалуйста. Единственное правило — нужно заранее договориться с ребятами, с которыми ты сейчас работаешь над какой-то задачей. Можно это было сделать из дома, можно было прийти и забронировать переговорку. Это удобно, когда ты можешь прямо на работе что-то сделать, чему-то новому научиться. Вторая практика. У нас, вообще-то говоря, есть свое блогово. Блогово — это такая группа, очень похожая на группу ВКонтакте, только во внутренней социальной сети. В блогово мы постим различные статьи, книжки, ссылки на какие-то фановые проекты, например, телеграм-бот для путешествий. Или презентуем какие-то технические решения, которые мы у себя в системе внедряем для того, чтобы ребята могли с ними ознакомиться. Почему блогово — это хорошо? Это своего рода такой отфильтрованный интернет. То есть вот взять интернет, взять оттуда качественные материалы, которые подготовлены твоими коллегами, которым ты, конечно же, доверяешь, и берешь, и читаешь. Также ребята дают какие-то рекомендации, по которым можно понять, а вообще, надо ли тебе здесь часто поизучать, будет ли тебе это полезно, или это просто для какого-то фана. Это очень удобно. Ну и третья практика, одна из моих любимых — это вечерний виски. Нет, виски мы там не пьем, но что мы делаем? Мы собираемся по пятницам на целый час всей команды разработки и рассказываем друг другу доклады и слушаем их. Доклады все очень разные, но я их условно поделила на две категории. Первая категория — это доклады, которые позволяют расширить кругозор и пошарить знания. Например, мы у себя в системе очень активно используем асинхронное программирование, и один из разработчиков рассказал о различных тонкостях, нюансах для того, чтобы не совершали глупые ошибки и не попадать в какие-то ловушки, было полезно не только новичкам, но и даже опытным разработчикам. Или у нас некоторые сервисы написаны при использовании паттерна проектирования «Домейн Драйвинг Дизайн». У нас не все хорошо его заботали, не все знали, и ребята рассказали, что это такое, и как это вообще можно приготовить на примерах прямо из нашей системы. Ну и в одной из задач мы исследовали очень много инструментов аспектно-ориентированного программирования. Было прикольно, и мы решили поделиться этим с ребятами. Тем самым мы рассказали им о том, какие вообще бывают технологии, и рассказали о том, что мы все-таки у себя заиспользовали, а что нет и почему. Вторая категория докладов — это фановые доклады. Скорее всего, это в работе никак не пригодится, но при этом ты дома заботал F-Sharp или Kotlin, и тебе вот жутко хочется прийти и с кем-нибудь поделиться. Приходишь и делишься. Перед тобой аудитория, которая поймет, поймет твой энтузиазм и поймет то, о чем ты им рассказываешь. Более того, для кого это может быть полезно и сподвигнет пойти что-то поизучать. Или, например, один наш разработчик ездил отдыхать в Москву к друзьям на выходные и случайно попал на конференцию. Он приехал и рассказал вообще, что там было, чему он научился, что он узнал. Было весело. Ну и, конечно, есть доклады, которые не просто доклады. Эти доклады попадают на метапы и конференции. Я знаю, что на ижевских метапах вам уже рассказывали про Кассандру, про статический анализатор кода, и сегодня Степа расскажет вам про код-ревью, буквально сразу после меня. Что здесь важно помнить? Все образовательные движухи, они требуют подготовки. Ко дню обучения надо подготовиться. Нужно заранее выстроить план, что ты будешь изучать. Нужно подготовить какие-то материалы, может быть, даже настроить окружение. Иначе есть вероятность, что ты половину этого дня потратишь на то, чтобы подготовиться. Как-то не очень эффективно. Доклады тоже требуют хорошей подготовки. Представляете, потратить целый час всей команды разработки на какой-то туфтовый доклад. Нет, это тоже неэффективно, поэтому все доклады должны быть качественными. Это все на ответственности человека, который готовит доклад. Это подводит меня ко второй мысли. Все эти движухи держатся на инициативе разработчика. Надо понимать, что быть активным, вдохновлять кого-то, помогать кому-то изучать новое, это круто. Это круто, когда ты можешь позволить своим коллегам вдохновиться твоим примером. Посоветовать им какой-то материал, помочь им узнать что-то новое. Это должно идти от разработки. Это нельзя прийти и заставить сделать. Это должно идти от каждого. Ну и перейдем к самому интересному, на мой взгляд. Это приятная атмосфера. Но под приятной атмосферой я понимаю не просто возможность посидеть, поиграть на столке, после работы пообщаться. Я понимаю немного больше. Это возможность прийти на помощь, когда человеку это требуется. Это умение договариваться. Умение принимать сложные решения. Умение быстро принимать такие решения. И это все про атмосферу. У себя мы используем довольно простые практики. Это обсуждения и ретроспективы. Обсуждения мы используем для решения уже каких-то известных проблем. Например, у нас очень большая команда разработки. При этом конференций, на которые можно съездить, тоже очень много. Есть одна проблема. Ограничен бюджет. Мы не можем все ездить на все конференции. Мы не хотели вводить какие-то правила из серии. Ну, вот я здесь больше работаю, поэтому поеду я. Или, ну, слушай, я джуниор, мне нужнее, давай я поеду. Вот это как-то не способствует приятной атмосфере, в которой приятно взаимодействовать с коллегами. Мы хотели сохранить ряд демократий и решили собраться и пообсуждать. Обсуждение прошло довольно продуктивно. Мы придумали способ. Теперь, для того, чтобы поехать на конференцию, нужно задрайвить эту движуху. Нужно пойти и организовать поездку на эту конференцию внутри своей команды. Пошел, собрал желающих, узнал у менеджеров квоту, узнал, какой бюджет. И уже потом вместе со всеми желающими вы должны порешать, кому из вас это полезнее, кому нужнее, кто сможет это лучше применить в проекте, уже на каких-то договоренностях, а не на каких-то жестких правилах. Что касается ретроспектив, если кто не знает, то ретроспектив — это такой процесс, который позволяет пересмотреть какую-то деятельность команды за определенный период. Мы проводим их не только на всю команду, но и отдельно на команду разработки. Это прикольно пересмотреть, какие практики у нас были хорошие и что можно применять у себя. Например, Блогово появилось после одной из ретроспектив. Или после одной из ретроспектив мы поняли, что вообще-то обратная связь между разработчиками работает лучше, чем обратная связь между менеджером и разработчиком. Поэтому мы решили, что мы хотели бы этот инструмент у себя использовать гораздо чаще. Но не все умели это делать, и мы провели тренинг после ретроспективы, и это стало полезно. Теперь можно максимально эффективно дать обратную связь, и это будет полезно как для тебя, так и для человека, которому ты ее даешь. Ну, также иногда, да не иногда на самом деле, мы обсуждаем какие-то проблемы, которые у нас в команде происходят, и то, с чем мы жить хотим, то, что мы хотим изменить. Например, иногда у нас случаются какие-нибудь жаркие технические споры, когда очень сложно принять решение, когда один разработчик стоит на своем, другой на своем, при этом эффективность не повышается, атмосфера становится не очень приятной, и мы этим были обеспокоены. Для того, чтобы у нас не возникало каких-то неконструктивных споров, мы придумали на ретроспективе ряд рекомендаций. Как такие обсуждения проводить эффективно? Подумали, сформулировали, и для того, чтобы это не забылось, мы сделали очень клевые плакатики, развесили во все четыре города, и теперь, когда ты приходишь на работу, у тебя всегда висит какой-нибудь доклад, какой-нибудь плакатик с классной мыслью, и ты всегда об этом помнишь. Случит, наверное, немного абстрактно, но это действительно работает. Споров стало меньше, решения пролимаются быстро. Что важно помнить? Все подобные движухи нужно хорошо готовить и уметь организовать. Для любого обсуждения нужен фасилитатор, иначе обсуждение превратится в балаган. Любую ретроспективу должен кто-то организовать. Если это ретро-разработки, то и делать это должна разработка. Должны быть люди, которые готовы решать не просто какие-то моменты проведения ретроспектив, но и какие-то организационные нюансы. Типа найти помещение, собрать всех ребят из четырех городов в одном месте, подумать банально про обед, про кофе-брейк и так далее. На самом деле это тоже работа, и для того, чтобы об этом не думать во время ретроспективы, для того, чтобы тратить время на полезное, нужно готовиться. Ну и самое важное, нужно следить за реализацией обсуждений, ретроспективы, после которых вы ничего не сделали, бесполезны. Если вы договорились что-то сделать, нужно назначить ответственных, которые проследят, которые посмотрят, что действительно то, что вы придумали, оно реализовалось, или организуют какую-то деятельность дальше. Давайте подведем итоги. Для эффективного решения задач и погружения новичков, клево использовать парное программирование. Главное помнить, что его нужно применять уместно к людям и к задачам. Для качественной инфраструктуры и хорошо выставленных процессов нам очень помогли рабочие группы и гильдии. Возможно, это то, что вам тоже может помочь. Главное, все рабочие группы должны быть самостоятельные и всегда должны быть ребята, которые не побоятся быть немножко менеджерами. Доклады, дни обучения, интернет-сообщество – это все про обмен опытом. И нужно не бояться делиться опытом, обмениваться знаниями, потому что это прикольно – узнавать что-то от твоих коллег. Это полезно. Ну и для того, чтобы вашу команду, так же, как и мою, называли «сектой», не бойтесь тратить время на обсуждение ретроспективы. Это поможет избежать каких-то неприятных ситуаций или поможет придумать что-то вообще максимально гениальное. Ну и напоследок хочу сказать еще пару слов о команде мечты. Да, действительно важно найти такую команду, в которой эффективно будут решаться задачи, в которой процессы будут максимально классно выстроены, в которой все новички будут быстро адаптироваться. Ну и вот все то, что у меня было на первом слайде – это действительно важно. Но также я считаю, что такую команду можно не искать. Такую команду можно строить. Мне нравится, что я могу прийти на работу, придумать какую-то идею и кто-нибудь ее обязательно поддержит. Мне нравится, что я могу кому-то помочь. Мне нравится, что я могу чему-то научиться у своих коллег. Они меня вдохновляют. Мне нравится, что я могу проявлять лидерские качества. Мне нравится, что у меня на работе есть друзья, реальные друзья. И когда я обо всем этом думаю, я думаю, блин, как классно работать. Но такая замечательная работа, я так ее люблю. Я верю, что классные команды, они рождаются без разработчиков рок-звезд и какого-то rocket science. Каждый может сделать мир вокруг себя чуточку лучше. Поэтому не бойтесь пробовать, не бойтесь не дать какие-то практики, экспериментировать. Даже если не получится, это будет опыт, который вас чему-то научит. Поэтому не бойтесь, вперед, дерзайте, а у меня все. У меня по парному программированию есть несколько вопросов. Сколько у вас человек в комнате? У нас большой open space. Как решается проблема, чтобы они друг другу не мешали? Это, наверное, сложный вопрос. Мы всегда относимся уважительно к чужому пространству и всегда стараемся соблюдать какой-то баланс. Плюс, ну, сами помещения должны позволять работать в паре. Если у вас комнатка, там, 3 на 5, не надо туда садить 100 разработчиков и заставлять их работать в паре. Более того, у нас есть удаленные пары, которые два человека из разных городов, они используют гарнитуры и какие-то средства, и это не занимает много места, и уже не так шумно. Еще вопрос про ментора. Ментор на время работы со студентами освобождается от текущей своей работы. Или же он приходит к ним по требованию, или у него какой-то график обучения? Вообще, мы стараемся делать так, чтобы у нас не было работы со студентами и просто работы. Это в целом твоя работа. Но если говорить про эксперимент, который мы рассказывали, то ему, конечно, выделяется какая-то часть времени от рабочего времени, чтобы помочь студентам. Нет, он не перерабатывает, он балансирует все в порядке. Ага, хорошо, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такого плана. При внедрении этих процессов возникали ли проблемы с неприятием людьми этих процессов, и как вы их решали? С неприятием людьми? Ну, на самом деле, почти все идеи, это были идеи из серии «А давайте попробуем». Вот команды разработки такие идеи у нас поддерживают на ура. Мы всегда готовы попробовать что-то новое, что может нам помочь. Конечно, возникали сложности, например, добыть еще разработчиков для инфраструктуры, ну, не так-то просто. Но тут нужно сформулировать, почему это важно, почему это поможет бизнесу. Не просто для того, чтобы инфраструктура была хорошая, а ведь когда она хорошая, удобно разрабатывать бизнес, не отвлекаясь на поддержку инфраструктуры. Нет, вопрос в том, то есть принимались идеи, которые поддерживала 100% вся команда? Вообще да. Мы стараемся голосовать всегда, и если есть люди, которые яро против, и они объясняют свою позицию, мы не принимаем такие идеи. Но это надо еще объяснить, Мазин. Спасибо, было очень интересно. У меня вопрос, наверное, будет сложный для объяснения, но если есть примеры, success story у вас в компании, то, пожалуйста, поделись. Вопрос у меня такой. Вот на картинке я вижу людей, у которых средний возраст точно не превышает 30 лет. Как создать команду мечты из людей, которые уже применены семьей, у которых, например, в пятницу вечером болеет ребенок, и ему нафиг не нужны этой виски? Были ли истории сбора команды из таких уже людей, у которых уже взгляд потух, и уже какие-то бытовые вопросы их негодят и так далее? Ну, не конкретно вот у тебя в команде, а вообще, в принципе, в компании. Есть ли такие истории, когда там такие уже матерые люди собрались и начали работать эффективно, так сказать? Да, я задала твой вопрос. На самом деле у нас очень здорово, ты, наверное, сделал многим комплимент, но у нас очень много ребят, у которых есть жена, дети, которым больше 30, может быть, по фоткам это непонятно, но так действительно есть. Более того, в контуре тоже таких людей много. Тут, на самом деле, надо понимать, что контур, он большой, и все команды, они достаточно самостоятельные. Вот то, что я рассказываю про свою команду, может быть, абсолютно неверно про другие команды, а может быть, что-то есть похожее. У нас в команде все зажигается на таком общем энтузиазме, этому способствует и атмосфера, которая у нас есть. То есть мы дружим, мы помогаем друг другу, и это заряжает не только молодых ребят. У этого глаза загораются и более, как ты говоришь, матерых. У меня был определенный опыт с парным программированием и 100% неудачи. А вот сколько у вас из вашей группы точно не подходит под парное программирование? И сразу второй вопрос по фотографии. Я смотрю, тут человек шесть, которые, ну, скажем так, с восторгом не относятся к этой фотографии. Куда вы их деваете потом? Про парное программирование. Тут надо идти от людей. Есть люди, которым вот это совсем не заходит, ну, это нормально, и они не готовы с этим мириться, они не готовы пробовать и использовать это. Ну, мы просто договариваемся... Мы договариваемся о том, чтобы либо распрощаться, либо помогаем человеку найти другую команду в контуре, в которой нет парного программирования. У нас такой опыт правда был. Для тех, кто у нас остается, есть, действительно есть люди, я с ними разговаривала буквально, когда готовила этот доклад, которые не очень любят работать в паре, но которые готовы использовать это как эффективный инструмент. То есть они не всегда работают в паре, мы тоже не 100% времени работаем в паре, и это нормально. Но при этом, когда это нужно, они готовы это пробовать и готовы это делать. Тут идет от людей. Так, и второй вопрос про людей, которые не очень заинтересованы. Вообще-то это была фановая фотка. Вы знаете, мы хотели сфоткаться, как в детском садике, когда на стульчике, на скамейчике, и все-таки в три рядочка, но потом уже начался балаган, и стало весело. Поэтому кто-то еще не успел переключиться из состояния серьезного ребенка в состояние веселящегося разработчика. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Какая доля людей, которым не подходит парное программирование? Маленькая. Очень маленькая? Достаточно маленькая, да. Да, у нас в контуре есть практика буткампа, то есть, когда разработчики приходят в контур, они не сразу попадают в какую-то команду, а у них есть возможность выбрать. И вот они могут пообщаться с представителями команд и узнать, а что там есть. И часто приходят люди, которые никогда не работали с парным программированием, но им интересно попробовать. Ну, поэтому можно прийти, попробовать, не зайдет, пойдешь в другую команду, там, где этого нет. В команде 100% почти. То есть, мы все задачи решаем в паре? Почти, не все. Ну, почти. Спасибо за доклад. Я очень много сейчас услышал про парное программирование, но при этом почти вся литература по парному программированию подразумевает, что парное программирование это все-таки редкая практика, и она очень тяжела для программиста. И более того, вот вы сейчас на последний вопрос отвечали, я услышал, что практически все, ну ладно, не все, но многое, и делается парно. Нет ли, скажем так, у разработчиков ощущения, что это слишком тяжело, чем если бы они тоже самое делали все-таки по одиночке, по очереди, еще как-нибудь, любые другие варианты? Конечно, такие мысли, наверное, приходят каждому разработчику, если он разумный. Значит, они приходят ко всем. Ну, я верю, что все разработчики разумные. Почему мы не отходим от этой практики? Потому что в целом, суммарно, это дает больше эффект, чем работа в одного. Потому что всегда есть такое слово, как бас-фактор. Что, простите, какое слово? Бас-фактор. Это число людей, которые разбираются в какой-то теме. Я понял, хорошо, спасибо. У меня тогда еще небольшой вопрос к этому дополнению. Так, я его сейчас сформулирую, секунду. В чем идея? Я парно-программированием более-менее занимаюсь года четыре. Парно-программирование больше трех часов, это жесткая дища, потому что просто голова перестает варить. Тебе надо переключиться хотя бы на любую другую тему, вообще не связанную с программированием. И потом ты готов хотя бы соло добить любые другие задачки. Парно уже вообще не пойдет. Как вы с этим боретесь? На самом деле надо понимать, что 8 часов в паре никто не разрабатывает. Сразу скажу. Это, в принципе, наверное, не один разработчик не разрабатывает 8 часов. Всегда есть какие-то вещи, когда ты идешь обсудить какие-то технические решения. Идешь помочь кому-то еще. Обычно мы в паре проводим от 4 до 6 часов в зависимости от задачи. Иногда бывают такие интересные задачи, что ребят из пары, не то что из пары, их на обед не вытащить. Ну, то есть, мы стараемся для парного программирования и задачи соответствующие брать. Ну, то есть, какие-то скучные и глупые задачи в паре, наверное, решать. Ну, в принципе, глупые задачи решать не надо, но какие-то простые задачи можно решать в одного. Это нормальная практика. Можно параллелиться. Одному пойти, поделать ревью, другому добить тесты. Это нормально. Но при этом два разработчика всегда в контексте одной задачи. И это позволяет, если что, если кто-то заболеет или уйдет в отпуск, кому-то обязательно довести эту задачу. Ну, и в целом позволяет шарить нами. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Добрый вечер. Следующий вопрос возник по поводу двух студентов и эластика. Было сказано, что для бизнес-задач, насколько я понял, не давали им наставника, потому что они работали на полставки, и это было не сильно эффективно. И, тем не менее, дальше произошло то же самое. Дали снова ментора, но уже задачу с апдейтом эластика. Почему именно назначили ментора, а не этому же ментору сказали, обнови нам на четыре версии вперед? Ну, смотри. Тут же был такой эксперимент. У ментора был свой напарник, вообще говоря, с которым он работал в паре. Там отрежутся эти несколько часов, которые он тратил на ребят. И он решал другие бизнес-задачи, которые важны для клиентов здесь и сейчас. Задача с эластиком была не горящая, но сделать ее нужно было. И поэтому такую задачу можно было дать студентам, потому что мы понимали, что срок может затянуться, но от нас ее никто не ждет. Это задача внутренняя, инфраструктурная. При этом наставник, он с ними не работал, он занимался другими задачами, он им помогал. Понятно. Потому что, во-первых, ты не можешь измерить качество технического решения. Когда у тебя два разработчика принимают какое-то сложное техническое решение, это в 90% случаев будет эффективнее. Когда у тебя два разработчика занимаются задачей, это отказоустойчиво. Один может заболеть, уйти в отпуск и так далее. Это нельзя померить цифрами. Более того, в парах мы всегда расшариваем какую-то культуру нашу, вот эту нашу атмосферу, от которой у ребят горят глаза, и это вообще бесцентно. То есть это не посчитать и не измерить. Спасибо, спасибо. Спасибо за доклад. Как тут я бы хотел спросить, а как решаются такие контраргументы от менеджеров, когда они говорят, бывает, я слышал, действительно такое, что, например, парное программирование в два раза дороже, это первый контраргумент. И второй, то, что парное программирование для джуниоров, а у нас эксперты, и они не нуждаются каким-то советом со стороны и так далее. Можно я воспользуюсь читом? Вот рядом с тобой стоит менеджер, ответь, пожалуйста. Я на самом деле сильно топлю за парную разработку. Я так понял, это вообще горячая тема, и у меня есть доклад про парную разработку вместе со своим напарникам Павловым, и мы можем к следующему метапу более подробно эту тему раскрыть. Но, отвечая на этот вопрос, менеджеры понимают, что даже опытным разработчикам есть куда расти, и им, наверное, даже важнее понимать, куда расти. То есть когда человек достиг какого-то опыта большого, ему очень сложно еще куда-то расти. И вот как раз парная разработка позволяет ему с какого-то вообще другого ракурса посмотреть. Эти кейсы бывали прямо, ну, реально. То есть когда садился, например, опытный с опытным, и они между собой какой-то нетривиальный опыт свой расшаривали за счет этого. И даже когда приходил новичок, он свежим взглядом мог какие-то моменты увидеть, которые не видел опытный разработчик. А опытный разработчик, в свою очередь, как бы свои моменты видел. То есть тут получается такая синергия. То есть у тебя один плюс один больше, чем два. Отвечу как разработчик. На самом деле у нас менеджеры — это ребята, которые вышли из аналитиков, разработчиков. Это в большинстве с вами члены нашей команды. И вообще-то они через все это прошли, и они понимают, что это действительно работает, и это эффективно. Плюс есть вещи, которые не померить. Я уже об этом сказала. Ну, тут именно вопрос скорее тогда. Как продать вот эту идею парного программирования менеджеру? Какие аргументы использовать? Если он сам против, вот такая ситуация. Если он прямо яро против, я рекомендую предложить ему эксперимент. Ну, например, давай на две недельки там, на месяц лучше даже. Вот мы попробуем часть команды поработать так, а часть так. И, конечно, тут нужно подготовиться, нужно подобрать такие задачи, которые действительно в паре будут решаться эффективно. Если здесь есть менеджеры, не слушайте, которые против. И тогда это будет хороший пример для того, чтобы показать, что смотри, вообще-то вот тут два разработчика, они более классное техническое решение приняли, потому что они посовещались, они подискутировали. Ну, вот какие-то такие вещи попробуем. Спасибо. Еще про парное программирование вопрос. Все же откуда эта идея? Идея первоначального возникла? Может быть, это был какой-то автор или кто-то из разработчиков сказал, вот этот вот автор и сделаем, как он говорит, или еще что-то. Что-то ведь побудило прийти к этому первый раз? Это сложный на самом деле вопрос. Но сама команда стартовала с такого рода, что сама команда была экспериментом, когда было очень мало людей. И мне кажется, идея возникла тогда, когда они решили, ну, давайте попробуем. Почему нет? Да, так и было. Спасибо за интересные истории. Прошу прощения на вопрос снова про парное программирование. Горячее. Мне больше интересны конкретные детали. То есть вот у вас есть задачи. А, я так понимаю, у вас основная практика, да, парное программирование? Да. И, то есть, я так, я уже немножко услышал, то есть у вас есть какой-то постоянный напарник? Это правильно или нет? Нет, не совсем. Напарники на самом деле меняются. Раньше, когда у нас не было под команд, у нас напарники менялись еще чаще. То есть можно было поработать с разными людьми, можно было даже там, ну, типа у нас бывали случаи, там, кто сегодня хочет поработать с таким-то разработчиком, и люди поднимают лес рук. Я не буду называть имя на всякий случай. То есть разработчики сами решают, с кем они хотят сегодня поработать? Ну нет, конечно, есть какие-то ограничения, но в целом к желаниям мы прислушаемся. Сейчас, когда у нас под команды, пары варьируются не так широко, но при этом пары меняются. Более того, это исходит от разработчиков. Если люди заседелись, они могут, ну, поменяться с кем-то, поработать с кем-то еще. Также иногда есть нужда, нужно адаптировать новичков, и тогда это уже совсем другая история. То есть, надеюсь, как-то помогла мысль. Вам нужно ретировать даже так. То есть, когда пары заседают... Да, это необходимое... Кто это решает? Это... Ну, если, допустим, разработчику комфортно двум... Это тоже не очень хороший симптом. Круто, когда им классно вместе работать, но когда они работают очень долго, скорее всего, качество, вот все те плюсы, они блекнут, потому что люди начинают думать в одном направлении. Они уже не могут всегда подискутировать адекватно, потому что, ну, скорее всего, у них взгляды уже достаточно схожи. И пары нужно ротировать. Кто-то принимает это решение, ну, либо сами разработчики приходят, говорят, мы засиделись, либо менеджеры могут увидеть, те, которые неравнодушны к этому процессу, либо какие-то сами вот задачи на это подталкивают. Например, есть задача, вот мы думаем, ага, так вот, вот этим чувакам надо ее дать, значит, надо как-то придумать, как их сейчас ротировать. Ну, то есть все же этим менеджером занимаются, координацией и вот сопоставлением двух разработчиков, ну, как правило, да? Нет, нет, не сябли, не сябли, не сябли, не сябли, не сябли. Ага, да. И получается, они оба ответственны за задачу? То есть задача ставится прямо на двух человек сразу? Да, да, да. Всегда так, даже если это новичок, оба человека ответственны за задачу. И вот еще момент по поводу команды и мечты, как вы говорите. Ну, это хорошо, когда в команде проактивные люди, то есть собрались. Но, на мой взгляд, средние разработчики, они довольно-таки пассивные и, ну, не особо проявляют, не любят проявлять активность. И в итоге все равно все держится на том, на энтузиазме какого-то конкретного человека. И вот, получается, нужно как-то зарождать и вот, ну, вот как создать команду мечты, если вы пришли в команду и там, ну, сидят, ну, средние рабочие, недостаточно активные. Ну, тут на самом деле надо, наверное, немножко покопаться в причинах. А почему они такие? То есть они не знают, как бывает по-другому, или это, в принципе, человек не заинтересован в чем-то. Если команда состоит из таких людей, то это, в принципе, довольно странная практика в современном мире, потому что я считаю, что если в команде сидят разработчики, которые делают только то, что им принесут, и не генерируют идеи, не проявляют инициативу, не развивают свой продукт еще и снизу, да, то есть не решают только задачки, которые у них пушат, а формулируют какие-то свои, то это уже не совсем эффективная команда. Да, если она все задачи решает вовремя. А как изменить эту ситуацию? Это сложно. Можно предложить что-то попробовать. Если люди отказываются что-то пробовать, то это уже прямо тяжелая ситуация. Тут нужно применять какие-то менеджерские штучки, типа тренингов, типа еще чего-то такого. Но надо копать причины в первую очередь. Еще вопросик по поводу как раз социальной составляющей. Вот только что спросили, и это на самом деле была часть моего вопроса, которая тоже хотела уточнить, что есть ли люди недостаточно активные? Тут у меня возникает лично два вопроса. Первый. Если человек, собственно, хочет у вас работать, он приходит, он там проходит какие-то проверки, пудгрэмп проходит, то есть ему более-менее может даже понравилось парное программирование. Но в общем целом в коллективе он оказывается недостаточно активен. Ну то есть в среднем он оказался ниже среднего. Тут получается, что у него проблемы. То есть его или задают более активные, потому что они же активные, у вас же целая команда активных людей. Все, его давят, давай активность, нам нужна активность. Сходи на доклад, сходи там послушай других, выступи сам, да, попкинайте его от души. И на самом деле для человека, который изначально не был настолько активным, это будет жуткое давление. То есть его или задают, в плане его вынудят соблюдать всю эту активность, он тебе там в ежедневник все внесет, я теперь каждую пятницу выступаю, все, я хочу, не хочу, без разницы, я должен выступать. Команда сказала, надо, я пошел. Или, собственно, я так понимаю, он уйдет. Какой вариант вас больше устраивает? Смотри. Прям такая речь, да, я. Очень активная речь. Смотри, во-первых, мы никогда никого не заставляем что-либо делать. Изначально мы действительно срабатываемся с человеком и понимаем, подходит он нам или нет. Конечно, мы можем совершать ошибки, принимать неправильные решения, но если человеку у нас плохо, мы не хотим, чтобы ему было плохо, поэтому мы предложим ему топ, что будет для него лучше. Если для него лучше уйти, то, пожалуйста, мы не будем его привязывать там к стулу. А если он хочет остаться, но при этом не готов так активно участвовать в жизни команды, это тоже нормально, мы готовы с этим жить. Тут важно, знаешь, что понимать? Типа, есть люди, которые не слишком активны, не гиперактивны, не ходят поступать с докладами, но при этом они поддерживают эту культуру, они паразитируют на ней, они не пользуются ей, они дают что-то взамен, просто не в таких масштабах. Там было два вопроса, они были раньше? Александр, спасибо большое за доклад, очень было интересно послушать. Подскажите, пожалуйста, я правильно понял, что у у вас монолитная архитектура? Нет. Нет? Нет. И тогда другой вопрос. Зачем вот в целом применять парное программирование, когда решить проблему в одиночку, пароль, гораздо быстрее, качественнее? А если код ставил на всех один, то в принципе все будут знать, как это все работает и как это функционирует. Я приведу прям пример из моего личного опыта, очень наболевшего опыта, буквально осень, вся осень у меня прошла под эгидой тушить пожары, разбираться в проблеме, поднимать сервис. Это было три месяца по одной простой причине. В моей подкоманде другие люди просто не разбирались в этом. Вот было очень больно. Мы подумали, что вот так работать не надо. Во-первых, я взяла себе в напарнике другого человека. Я ему рассказала об этом сервисе. Он, во-первых, не давал мне закопаться в какую-то ерунду, в которую я могу закопаться долго, потому что я этот сервис знаю хорошо. Во-вторых, он сам теперь может в какой-то степени этот сервис поддерживать. И это тоже очень важно. Вот. У меня чуть-чуть продолжение вопроса про менеджеров обырей, которые говорят, я вашу активность не продам. Но у меня вопрос как раз со стороны зла. Если у вас такие хорошие менеджеры, не получается ли так, что все-таки приходится особо активных иногда останавливать? Типа, ну вы как бы меру знаете, а то я реально не продам. Не получается так, что вы чересчур активны, чересчур занимаетесь, я не знаю, улучшением репартори, репарториным, а в итоге страдает конечный продукт, который стоит денег. Нет, конечно, бывает всякое, но менеджеры, это очень максимально гиперразумные люди, которые это все видят раньше, чем мы. Потому что разработчики такие люди, у которых глаза горят, они вот готовы прямо сейчас ринуться и пойти делать. А менеджеры, они могут посмотреть на это сбоку. они не приходят, они не заставляют нас прекратить. Они пытаются нас либо вывести на какие-то мысли, предложить какой-то тоже эксперимент встречный. То есть, если они понимают, что это практика тупиковая и нас никуда не привлёт. Ну не часто, но бывает. Вот, ну и в целом, ну то есть, это такой взаимный процесс работы. Мы не продавливаем, мы предлагаем. И они не продавливают, они тоже предлагают. Ну на этом, я думаю, вопрос и закончен. Если что, можно будет на автопаде ещё поспрашивать. Тема, минимум, горячая. Да, поднимите руки, кто бы хотел, вот прямо про парное программирование, про то, как это работает, какая механика внутри. Ну всё, короче, следующий метап будет сделано. Теперь, я думаю, мы перейдём к последнему нашему финальному докладу. А, книжка, точно. Столько вопросов. Это очень сложно, я забыла. Можете встать, пожалуйста, все, кто задавал вопросы. Прямо встать, потому что у меня память вообще не думает. Девичья. Ах, сложно, 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 ладно. Пускай будешь ты. Надеюсь, тебе эта книжка поможет. Эта книжка про то, как надо уметь думать. Моя любимая. Пока.